Сегодня с вами говорим про глутатион и как повысить действительно свою такую вот активность. Глутатион это белковое соединение, состоящее из глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. Те, кто давно меня слушает, уже давно поняли, что в каком направлении двигаться. На первый взгляд глутатион ничем особенно не отличается от других антиоксидантов, скажем от витамина С, от витамина Е, но существует действительно история дефицита глутатиона. Дефицит глутатиона повышает чувствительность тела к окислительному стрессу, ведет к развитию тяжелых нарушений деменции, сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром. Соответственно работает глутатион достаточно просто, борьба с окислительным стрессом. Мало кто знает, что это на самом деле такое. Напоминаю, что молодые крепкие организмы с этим прекрасно справляются. Но возраст и хронические заболевания препятствуют утилизации опасных соединений. И бывает так, что глутатион действительно расходуется очень быстро. Я уже говорила, что глутатион позволяет объективно оценивать жизненную способность организма. Влияет на психическое здоровье, тревожность, аутизм, СДВГ. Кстати, когда есть дефицит глутатиона, это может проявляться очень сильно. Мозг это система, которая максимально чувствительна к окислительному стрессу. И это действительно серьезная проблема. Участие в борьбе с инфекциями, здоровье кишечника. У людей с воспалительными заболеваниями кишечника обычно снижена активность ферментов, участвующих в синтезе глутатиона. А еще у них часто нехватка цистеина. Тут по моей доброй традиции я могу сказать только одно. Белок всему голова. Действительно, по вот таким моментам это очень-очень важная история. И защита сердца. Сердце может пострадать от окислительного стресса в тканях, контроль сахара, поддержка почек, печени, сохранение зрения. Соответственно, как поднять уровень глутатиона? Обычно биохакеры берут волшебные таблетки и пользуются добавками. Но это еще не все. Глутатион надо активировать. И происходит это в печени при участии определенных ферментов. Если с печенью не все в порядке, глотать аминокислоты особого смысла нет. Поэтому сейчас изобретают множество новых форм глутатиона, у которых есть масса побочных эффектов. Я бы выбрала более надежную схему. Зашла бы со стороны печени, запустила ее детокс и восстановление. Посмотрите об этом мой пост. И пожалуйста, помощь это сывороточный протеин, крестоцветные овощи, другие серосодержащие продукты, яйца, альфа-липолевая кислота, витамины группы В, источник витамин С, витамин Е, источники селена, источники глицина, коллаген, заливные бульоны, холодцы, субпродукты. И стоит отдельно сказать о говяжьей печени. Это не продукт с высоким содержанием селена, но и стимулятор выработки глутатиона. Куда более крутой, чем добавка. Соответственно, высочайший уровень биодоступности. Как видите, список постоянно у меня повторяется. Всем здоровья и продуктивной недели. С вами Алена, вы на канале 30+. Подписывайтесь на меня на Дзен.